В регионе завершена вакцинация населения против гриппа. По мнению специалистов, это наиболее эффективный способ защиты от болезни, а также возможных осложнений. Итоги привычной кампании уже подвели в профильном департаменте. О ее результатах в интервью нашей сумочной группе рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Ненецкого округа Елена Левина. Елена Степановна, здравствуйте. В Ненецком округе завершилась кампания по вакцинации. Каковы ее итоги? Здравствуйте. У нас вакцинация по гриппу завершена. Проводилась она с сентября по декабрь месяц 2018 года. В рамках этой иммунизации мы привили 19 906 человек, в том числе 8 тысяч детей. По плану мы планировали привить 45% населения, по факту получилось 45,2%. В связи с тем, что у нас ожидается подъем эпидемиологических заболеваний с ЮРВИ и гриппом в январе-марте, то есть я думаю, что в нашем населении сформируется стойкий иммунитет и нашествия этой инфекции мы переживем благоприятно без тяжелых осложнений. А вот это количество людей, которое было привито в этом году, по сравнению, может быть, с прошлым это больше или меньше? Да, в прошлом году было меньше привита, там было около 17 тысяч человек привита, в этом году чуть больше привита. То есть как вообще люди реагируют? Известно, что к вакцинации все относятся по-разному, кто-то категорически против, то есть в этом плане как население стало, может быть, лучше реагировать, опять же, учитывая, что больше привита, чем в прошлом году. Ну в этом году у нас была... И вообще как работа проводится? У нас очень мощная была информационная кампания проведена и огромное спасибо нашим медицинским работникам, которые помимо того, что прививали население в медицинских кабинетах, в медицинских организациях, они еще выходили в организованные коллективы, работали в выходные дни. То есть благодаря тому, что таким образом была обеспечена более высокая доступность, люди привились больше, чем в прошлом году. Если человек отказывается от вакцинации, то есть почему он может отказаться? То есть это его полное право? Ну вообще по законодательству такое право у гражданина предусмотрено, что он может отказаться от любого вида вакцинации. Но с учетом того, что все-таки мы в организованных коллективах находимся, наши сотрудники и медики, что средний, что врачебный персонал, они все равно работают и проводят. Разъясняют гражданам, как родителям, так и взрослому населению, имеющему детей, насколько это важно, насколько необходимо и насколько это предотвратит развитие серьезных и тяжелых последствий, если отказаться от вакцинации. Благодаря вакцинации мы же победили очень много заболеваний. То есть у нас уже практически не регистрируется полимелин на территории Российской Федерации. В округе его нет уже давным-давно. У нас нет кори. У нас очень низкая заболеваемость туберкулезом в округе. У нас была планерка по итогам 2017 года. У нас уровень заболеваний туберкулезом всего составил около 12%. В прошлые периоды было 44%. Благодаря этой работе планомерной, мы вот эти заболевания социально значимые, опасные, которые способствуют анализации населения, смертности, мы их снижаем очень хорошо. Благодаря вакцинации. Это очень мощный фактор профилактики для того, чтобы у нас население вело долгую, продуктивную жизнь. Чем люди мотивируют свой отказ от вакцинации? Какие, может быть, самые распространенные причины они называют? Больше всего у нас от вакцинации отказываются родители, имеющие несовершеннолетних детей. По их мнению, вакцина содержит вещества, которые могут негативно сказаться на дальнейшей жизни ребенка. То есть могут вызвать неонкологические заболевания, неврологические состояния, какие-то неуправления и так далее и тому подобное. В принципе, у нас фактов на сегодняшний день таких нет, чтобы кто-то из детей негативно реагировал на вакцинацию именно в той части, которой опасаются родители. Так? Ну, очень сейчас много в СМИ идет, особенно в интернете, информации о том, что это вредно, это не нужно. Люди читают интернет, не доверяют докторам практическим. Поэтому в связи с негативной информацией, которую в интернете самообрабатывают родители в своей интерпретации и отказываются. То есть больше идет накручивание? Да, больше идет накручивание. То есть фактов достоверных, что кто-то от вакцинации погиб, вот на сегодняшний день и на нашей территории, по Северо-Западу, я тоже статистику смотрел, мы не видели, чтобы от вакцинации кто-то погибал. А осложнений в легкой форме есть, ну, это самое, часть детей реагирует, да, то есть это либо высокая температура, либо там недовогание какое-то, это естественно, начинает работать иммунитет. То есть как бы от этого тоже, как бы, никто не застрахован, и реакции, они даже в инструкции прописаны, какие могут быть. То есть это допустимо, формируется иммунитет. Но такого, чтобы с летальными исходами, такого, конечно, у нас не было. Вы сказали, что волна, да, эпид-порога, повышение ожидается сейчас в январе. Январь-март, да. Январь-март, это самое пиковое, да? Ну, это будет, да, это самое. С учетом того, что сейчас у нас очень холодно, вирусная инфекция, сильная холода, они развиваются, то есть как только пойдет на спад низкие температуры, значит, подниматься, начнется слякоть, тогда начнется волна вирусной инфекции. Ну и плюс того, что начнут, честно, начнут возвращаться с отпусков люди, то есть будут привозить эту инфекцию, то есть вот готовимся к этому. Елена Степановна, спасибо вам большое за ответы. Пожалуйста, желаю вам здоровья.